к вечеру чуть-чуть раздуло сейчас я покажу вам мою утятинку ну вот она наша утятинка в общем вот вернулась большая беленькая чистенькая малыши погрязнее наверное еще не умеет так классно обходить эту грязь и лужи как они здесь остаются белыми для меня просто вопрос не знаю может их выхлёстывает действительно этими безобразными ливнями гуси утки уток 6 штучек если смотреть внимательно их можно обнаружить клювики у них розовые а у гусиков оранжевые гусики конечно же крупнее уже значительно ну и уточки такие весоменькие у нас уже вот они как раз малыши пришли и зашли к себе да 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 я малышей этих из леса доставал опять и одного нет один у меня ломанулся прямо вот так вот по диагонали в лес я его не догнал он в лесу так остался надеюсь что он сейчас на зуб придет они задолбали уходят с леса столь и все и сидят на том конце хорошо проще я уже дислокацию знаю их хрен найдешь они сидят я вот 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 мимо проходишь их вот они рядышком вот случайно можно заметить как затем заны были вьетнамские ну что делать то пойдем утенка искать все крякать не знаю что делать темно у нас лисы на самом деле мы поэтому выгул закрываем однозначно всем вот здесь смысле вот пойдем искать смотреть как тыквы красиво мою кучу то обвили всю прям закрыли листвой красотень однако ну что ищем утенка или но здесь точно не найти здесь трава густейшая только по звуку если ориентироваться зайка уже темно и здесь не ходи по травке котеночек очень трава высокая и мокрая солнышко ну куда ты идешь я сама буду утенка искать но здесь только и дело что за ручку ходить на войне ты за мной тогда уже иди чтобы я всю траву обивала блин нормальные люди ходят по лесу грибы ищут а мы утят ищем он уже ночь на дворе а и найти то мы не можем никого еле выбрались еще не все выбрались никого мы не нашли пойду по дороге с другой стороны рощи заходить зато наткнулась на то что у нас орешник никогда особо орехами не славился нынче завязал смотрите орешки не иначе утиное соседство повлияло на плодотворность этого дерева блин ну это все ребят ну чё это я тут вот что вот я тут ищу вопрос приключений на свою пятую точку я ищу потому что у нас змеи часто встречается если честно мне сейчас хватит для сердечного приступа даже встречу с ужом устроить не сказать словами как я хочу найти этого утенка может быть он в траве где-то запутался и главное вот те преимущества мулардов этих они молчаной молчуны другой барал пищала этот все засаде ну что друзья хотела бы я вам сказать что все обошлось и мы нашли утенка но нет вот такой живой маночек мы взяли в руки прошлись по всей березовой роще до конца но так и не нашли свою потерю куда рванул этот утеночек непонятно но в общем теперь их осталось шестеро я пока еще не теряю надежду что может быть он выйдет на их звук или в принципе там чего-то там зацепился отцепиться как-то но тем не менее надежда у меня все тает с каждой минутой так что вот так друзья вышел утром на улицу и вот такую картину вижу утро начинается с не очень хороших новостей вот смотрите видите гусь лежит захожу с камеры сбегла за камерой захожу и пытаясь понять чем дело так во первых почему выгул открыт нет интересно выгул почему открыт я закрывал сто процентов вчера я отчетливо помню как я закрывал вчера выгу вот он закрывается у меня до конца так он открыт а смотрите что случилось шею видите где он получается повесился на этой палке удушился только вопрос как он сюда как его шея сюда могла попасть мне объяснить стоит такой на лапе вот как будто кровь может быть его тянули за лапу может быть сюда кто-то залез хищник какой-то как он сюда как он открыл тогда вот эту вот загородку она сдвигаться должна она вот так сдвигается как я ничего не понимаю ничего не понимаю ребят вообще как сюда шея это залезла вообще не представляю ну все короче он он получается повесился на этой штуке либо ему помогли либо сам это сделал история как с березовским по полнотайный загадок вообще непонятно вот так выгул был закрыт вот так я его закрываю когда гусей загоняю с той стороны я закрываю вот так то точно я его закрывал блин ну короче минус один гусь сколько он весил сейчас попробуем взвесить посмотреть сколько он весом был по нулям вот но весело мало 4 800 90 так наверное они все приблизительно весят у нас в 70 с небольшим до ней заметьте но короче с яйцом с качеством все понятно да то есть сегодня в этом сезоне мы просто наблюдаем за птицей смотрим как она в хозяйстве нравится не нравится веса они не набирают положенных это конечно же не линда как не говорили посмотрите почему-то клюв тоже разодран или он разодрал себе когда застрял я не понимаю как он мог застрять в этой штуковине он сам туда голову никак не просунул бы вообще не ясно ничего и такой вот момент сейчас подумал выгул был открыт выгул был открыт достаточно чтобы туда гусь вышел или утка они не выходили все утро это что значит что и кто-то спугнул как напугал что они выходили непонятно друзья смотрите что происходит первый раз такое вижу гуси днем в загоне они обычно уходят утром и приходят уже когда темнеет то есть что-то их реально напугало они даже не уходят посмотрите-ка про маленьких я вообще молчу не даже свои загородки не влезают что это такое было непонятно мне не отходит от загона время три дня первый раз наверное за последний но месяц я вижу гусей у себя в загоне днем ну сутками соответственно что же это могло быть такое пытаясь камеры посмотреть но камера далековато не знаю как это что там можно будет увидеть если только какой-то крупный силуэт ну посмотрим утка белее чем молоко с глазами как два фонаря по тихому озеру важно плывет и говорит кря она плывет прозрачной воде и угляде в пескаря долго еще наблюдает за ним и говорит кря когда же молли под ивы ждет чтоб дать ей кусок сухаря она украдкой на молли глядит и говорит кря затем почистив а перья клюв желтей желтизны янтаря идет переваливаясь домой и говорит кря утка белее чем молоко с глазами как два фонаря по тихому озеру важно плывет и говорит кря а и